Здание детской поликлиники на площади Горького в Засияжском районе было построено в 60-х годах. За это время здание заметно обветшало и его признали аварийным. Капитальный ремонт начали в прошлом году. На ремонт объекта по нацпроекту здравоохранения из областного бюджета выделили свыше 55 миллионов рублей и еще 10 миллионов рублей на приобретение оборудования. Наталья Сафронычева, мама двоих маленьких детей, девушка с нетерпением ждет завершения ремонта в детской поликлинике. Сейчас ей приходится ездить в другое медучреждение, что доставляет немалых хлопот. Я считаю, что когда будет уже полностью все, так скажем, сделано, все покрашено, так скажем, я думаю, что будет намного лучше. И самое главное, чтобы детям нравилось, чтобы детей не пугало. Когда вот это здание все-таки сделают, я думаю, что будет намного лучше и по обслуживанию, и по качеству. В настоящее время уже отремонтирована кровля, выполнена стяжка полов, увеличены проемы, установлены окна и перегородки, завершены работы по внутренней отделке помещений и монтаж инженерных сетей. Поступила медицинская и офисная мебель. Сейчас завершается отделка фасада здания. Перед подрядчиками стояла непростая задача – сохранить внешнюю и внутреннюю историческую архитектуру объекта, при этом сделать медучреждение современным и комфортным. В настоящее время идет поступление закупленного нами медицинского оборудования. Уже получены тонометры, пульсоксиметры, получены дефибрилляторы в отделении неотложной помощи, новый электрокардиограф. Также сейчас мы ждем поставку ультразвукового аппарата для того, чтобы провести полную его экспертизу для готовности проведения диспансеризации. Хочется напомнить, что ультразвуковой аппарат, который закуплен в этой поликлинике, будет портативный для того, чтобы мы могли проводить диспансеризацию организованного населения детской поликлиники непосредственно на местах, без прихода в детскую поликлинику. Поликлиника примет первых пациентов уже этой осенью. Учреждение будет обслуживать около 6 тысяч детского населения. Что касается кадрового состава, поликлиника полностью укомплектована педиатрами, участковыми и средним медперсоналом. В скором времени в данном подразделении будут вести приемы и узкие специалисты – хирург, невролог и оториноларинголог.